Столкнулись с такой проблемой, вроде серьезные люди, а занимаемся такой ерундой. И у нас должен получиться миксовый китайско-японский стартер. Пожалуйста, можно ездить. Снегоход ВК Professional. У нас сломался стартер. Отвалились какие-то направляющие втулки. Сам он сдох, магниты вывалились, разобрали. Мы решили заменить стартер не на оригинальной части, а на стартер от мотоцикла. Оригинальный мусубийский будет стартер. И чтобы все у нас совпало, мы делаем вот такой кондук из подручных средств. У нас есть железяка, еще одна железяка. И другая железка. Значит, мы взяли гайку, подвал ее расточили. Сюда накрутили еще, значит, гайка-болт, гайка-болт. И таким вот образом сейчас соберем всю эту конструкцию для того, чтобы потом на эти посадочные места поставить другой стартер. Чтобы все у нас совпало, будем пробовать проводить эксперимент с восстановлением стартера на снегоходе. Ну, наверное, вот так. Ровно? Да. Ну, все, значит, вот так и будет. Слушай, мне не нравится вот это. Расположение вот этой вот втулочки. Она у нас не центрует, она у нас разбитая. Нет, она на изношенном разбитая. А на новом она идеально будет. Я понял. Ну, просто сейчас она даст нам угол вот такой. Не, неверный? Кривой, косой, да. Нормально все. Прихватывай. Криво. По мне, это криво. Вот отсюда я сейчас могу. Подправить. Подправить. Не подправим уже. Мы не укоротим ее. Она у нас все собрана фактически. А что именно криво? Какое? Вот это вот место, гайка, стоит вот так. Кондуктор готов? Ну, да, такой дурацкий. Дурацкий самопод с коленкой для... Интересно. Вообще, для чего вы это делаете? Кому это потом достанется, да? Всем привет. Столкнулись с такой проблемой. Снегоход Yamaha Viking Professional. Про прокручивание при запуске, хруст непонятный. Вскрытие показало, что, во-первых, нам достался снегоход с китайским уже стартером, у которого уже съеденные зуби, а также отломана вот такая вот часть, центрующий стартер. Поискали-поискали, цены в интернете разные. 12,8 тысяч рублей за бушные, за новые. Здесь Китай, здесь оригинал. Да, но как попасть на оригинал, никто не знает. Поэтому мы нашли вот такой стартер от Yamaha FZ1 2008 года. Он нам достался практически бесплатно. Что самое интересное, у них у всех, у мотоциклетных стартеров, вращение не в ту сторону, в какую надо нам. Но вот у этой модели с вращением все в порядке. То есть диаметр вала, зацеп, шестерен показались совершенно одинаково, единственное, значит, у нас разница в том, что этот стартер один длиннейше, другой короче. Имея под рукой аргон и желание собрать, попробовать, поэкспериментировать, мы что сделали? Мы свалили вот такой кондуктор, такой кондуктор из подручных средств. Здесь расточили гайку под диаметр вала, а с другой стороны приварили две гайки также под крепеж. Сейчас все это мы соберем, проверим, а потом на это место установим этот стартер и приварим ему заднюю часть вот от этого стартера при помощи аргона. Что из этого получится и заведется ли наша Yamaha, увидим чуть позже. А пока вот то, что имеем. Да, для кого-то показывает, что это дурь колхоз, ну на самом деле да, я бы тоже не стал этим заниматься, но стартер был под рукой, достался дешево, поэтому мы решили попробовать. Из-за какой-то крышки пришлось запустить Deep 300. Зачем он все это делает, никому не понятно. Что, все, больше ничего не надо делал? Или еще что-то надо делал, смотри. А? Добьем тему. Выбросим оба стартера и старый китайский, новый японский. Немного токарных работ мы у задней крышки в токарном станке сняли, так сказать, торчащие детали, а у крышки китайского стартера, ну обрезали вот 6 миллиметров и у нас сейчас получилось то, что одна деталь входит, вставляется в другую. вот таким вот образом, сейчас нам сварщик все эти соединения соединит и у нас должен получиться миксовый китайский японский стартер. Да, вот наш кондуктор, который здесь был, вот мы сейчас тут еще в него все приладим, мне кажется, Роман Викторович немножко, хотя нет, нет, по длине тоже все тут получается. Запуск вы увидите, запуск вы увидите, даже отверстия совпадают, удивительно. Вот такой вот домашний стартер из Yamaha FZ1 2008 года и, значит, микс китайского, китайского стартера от Yamaha VK Professional. Запуск, смотрите, скоро будет запуск снегохода. Не надо не пользоваться транспокатором, а? Смотри, что получилось. А это бабушка, это бабушка 45-летняя, злая. И его партизан. Мы его нашли. Давай, Ванюш, доделывай. Одна из частых проблем у VK Professional это неисправность стартера. То отпадают магниты, то что-то там клинит, то отламывает, значит, направляющую втулку. И мы видели, как мы из бенциклетного стартера путем обрезания и приваривания корпуса части стартера от промышленного и мотоцикла собрали, значит, такой комбинированный стартер. И сейчас посмотрим, как он заводится. На самом деле мы уже ездили на нем. Ну вот, давайте послушаем. То есть, как бы вот две недели эксплуатации не выявили никаких проблем. Поэтому, да, вот такой самодельный стартер из мотоциклетного и старого, так сказать, профессионалского позволяет ездить. Стоимость, значит, бывшего стартера 8000 рублей, стоимость оригинального нового 30 тысяч рублей, ну, немножко аргона, токарных работ и ваших мозгов. И, пожалуйста, можно ездить. С нами занимайтесь горкой.